ну скорее временной указатель там я был с вас это скорее вспомогательный глагол не предполагающие активные действия а пассивное скорее действия но вот теперь обращаем внимание на то как из перевода из ибрии происходит изменение смысла глагол бог был со мной вот смотрите вася был со мной и бог был со мной и любой русский человек чувствует разницу между этими двумя высказывает потому что бог был со мной совсем не так как вася был сам ровно потому что вот это был она куда более активную форму и на самом деле вы видите глагол быть в библейской пласте именно пяти книжек глагол быть он куда более активно это не просто быть это активный действующим персонажем являться в это время это очень активный глагол и пить и он вспомогательным как для обозначения времени появляется несколько позже то есть он в библейском тексте уже есть но например но появляется позже немножко это вот преобразование языка где глагол быть это как становиться превращаться вот такого рода вещи потихоньку становится вспомогательным глаголом и вот например классический тест проверки перевод с какого языка оригинал на арамейском или на иврите например по модельности глагола быть очень неплохой тест всегда если вы видите что автор не чувствует разницу в арамейском этого нету такого такого смысла глагол быть он он такой же как русском в арамейском языке вот это такое но один из тестов проверки значит так вот в русском языке есть некоторое количество калек из эврита но вообще все слова которые похожи на ивритские как они могли попасть на действительно иврит только он попал непрямо ну типа слова гарем типа слова хором до хором ивритская это либо посвящение посвященное кому-то либо запрещенное место отсюда гарем она вот отсюда идет но в русский язык слова гарем попала не из эврита а через тюркские языки через другие языки какие там слова еще не прямо попавшие в русский язык сейчас я вспомню есть еще несколько слов которые можно доказать а ну вот его я уверен что словом магарыч оно библейское это могер выкуп это выкуп попадает русский язык одно библейское конечно но русский язык попадает не прямо из еврейской среды а попадает через другие языки такое тоже было магазин еще до магазин магазин от слова махсан нет нет это прекратить это нет нет это все ровно наоборот магазин слова греческое извините я говорю со французской я случайно это знаю знаю я это из раши в одном из мест просто прибегает к слову магазин на языке местного народа вот у раши регулярно ставится метка леаз лошон амзе не иностранный язык как куча народу думает лоэз это иноговорящий да но раша имеет в виду сокращение лошон амзе язык этого народа имеется в виду французский ну французский какой французский раши умер в 1105 году приблизительно да то есть это язык у нас получается 11 века французский и скажем вот количество работ по французскому языку раша огромна французы работают там потому что раши пишет как слышит и в результате вы можете определить как произносился французский язык те времена и в каком смысле употреблять слова так вот раша в одном из мест для того чтобы он употребляет один раз слова гарнизон и гарнизон это не как русском языке гарнизон это войска охраняющий войска стоящие либо в крепости либо ну понятно а гарнизон это французское слово которое означает запаса припасы в старом французском языке она просто перешло на военные припасы а потом на военных вокруг этих припасов вот так вот такое движение это длинные послушайте все разговоры по язык они безумно профессиональные поверьте это тема где любители ловятся раз за разом и они не чувствуют где ловятся просто не чувствует как это делать причем это хорошо развитая наука она очень надежная часть хорошие результаты но беда в том что она очень профессионально требует профессиональных знаний хороших и теоретических и практических вот уже знание в каких местах какие языки какие звуки переходят друг друга вот скажем ну давайте какой-нибудь пример не тот который я например очень люблю обратите внимание украинский язык по сравнению с русским о переводит и регулярно ну например кот кит да какие там еще там много примеров есть такого сорта вот этот переход о и он характерен для русского с украинского но обратить внимание что в идище украинском именно в украинском идет такой же переход там о переходит в у а в и что там переходит в и в украинском бурих да бурих вот белорусском который я считаю базовым ворух да благословен а в украинском бурих вот это вот давление языка окружающего который меняет произношение регулярно но это все надо просто знать что во что переходит поверьте это профессиональное абсолютно занятие но не любитель любители тут всегда ошибаются чем самые похожие вещи вот такие бывают выясняется что все намного хитрее хотя иногда девушки закройте уши мой учитель рэп авром меллер сохранали в раха а мой учитель рэп авром меллер учился в дешевых еще тех старинных и он как-то комментирует прямо в синагоге слово ебум ебум для тех кто не знает либератный брак это брак который заключает брат вдовой бездетный вдовой брата и рэп авром меллер как-то человек очень интеллигентный кстати он этот самый искусовед вообще так вот он недолго думая объяснил что ебум делается только бэвиа то есть через половую связь то есть через осуществление брак это называется два и в качестве аргумента привел чтобы это но ведь не случайно же слово ебум так созвечено русскому соответствующему слову это было это было драша в малом зале на архиповке да 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 но лет ему было лет восемьдесят тогда когда он эту драшу толпал что на это сказали сотрудники гб которые невидимо присутствуют на всех занятиях когда умер стали пришел в синагогу которую не ходи сел за стол и начал вот эти занятия между минхой и мариум я удостоился я я помню знаю занятия между минхом и мариум всегда по устной той да 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 нет это правило это в вошкинарских по крайней мере общинах есть правило что занятия в синагоге между значит минхой и мариум между ну после полуденной молитвы и вечерней молитвы или в будни дни во все дни есть традиции его положено там есть старая традиция очень значит занятие ведется либо по мишне либо по китсур шульханаруху либо по агаде только эти три темы устная тара всегда только устная тара и всегда простые источники мишна агада либо китсур шульханаруху дело то что это делается для того чтобы после этого прочесть кадеш дарабанан да понятно после этого читается кадеш дарабанан в конце вот и он был вот это занятие на архипова да он вел занятия для других людей для более продвинутых он мог вести занятия поле стуги мары но таких очень мало кто мог принимать участие в этих занятиях вот ну то есть так вот он вел вот это занятие вот он пришел сел и с тех пор он всегда их проводил эти занятия окей мы видим твою руку ты хочешь задать вопрос потому что мы сейчас говорили нет именно по теме по теме всех занятий мейер я еще в прошлый раз хотел это спросить можно да конечно мейер вот какой вопрос вообще вот существует такое обывательское мнение у меня но так было такое что мишна талмуд оба талмуда точнее что это своего рода энциклопедия где где все систематизировано как библиотеки библиотеки можно вообще найти ответ на любой вопрос и так далее вот а сейчас вот на основе ваших уроков создается впечатление другое что по крайней мере мишна составлена достаточно случайно просто каким-то темам повезло они оказались записаны они оказались в центре внимания другим не повезло они могли выпасть вот верно ли это впечатление впечатление и верный неверно значит вот смотрите мишна создана по темам довольно четко сформулировано и идея состоит у мишны в основном том что покрыть весь закон все-таки мишна это закон перке а вот все понимают что это исключение в данном случае да безусловно как религиозная книга я вот приводил примеры а годы в мишне там каких-то местах и например вот это правило что каждый мосекрет тракта должен кончаться а годой какой-то это ну почти каждый не каждый почти но при этом идея была все таки составить последовательность за другой разговор что это закон написанный не для совсем простых людей точнее так простые люди очень полезно когда не учат его вот например всегда я говорю с достаточным количеством грамотных людей что пока ребенок маленький но маленький до 14 очень неплохо заставить его бы забрать мишну ну или выучить там близко к тексту не особо углубляюсь но как любой закон ведь проблема любого закона и это вот ну все кто имел дело с юриспруденцией знает одну вещь что запоминать законы и номера статей то что называется это несло не не столько не сложно сколько это делается автоматически просто профессиональная память там как куча вот там университетских людей скажут что они хорошо помнят все публикации последних 10 лет куча народу знает наизусть статьи основные статьи уголовного процессуальных кодексов юристов но они не изубрили это одно просто профессиональное запоминание которое происходит проблема главная трудность всегда в любом законе это как его применять обычно это для того чтобы надо хорошо знать границы применимости закон вот досюда применяемого досюда не в результате у юристов особенно у еврейских юристов очень любят обсуждение совершенно вычурных тем на на тему закон и вот тогда например я вот не люблю такие вещи преподавать но куча народу считают там очень любят наоборот ну например вот я прочел 6 респонсов до словом респонса это принятый в науке термин на иврите это шут шейлот у чу вот значит это литература вопросов и ответ как бы крупному раввину посылается запрос рабе такой-то уважаемый просветите нам что нужно сделать в том или ином случае и рабе в этой литературе отвечает что делать и приводит обоснование вот что самое главное эти книги профессиональные люди читают ради обоснования не ради вывода ради обоснования чтобы видеть логику как он мыслит как он обосновывать свое мнение потому что регулярно прочтя обоснование ты понимаешь ты не можешь применить наше время его решение по этому поводу учат не вывод именно обоснование так вот я в своей биографии читал по моему 6 шутов 6 респонсов на тему можно ли включать черта в миньян и засчитывать 10 в миньяне совершенно безотносительно но сами запросы интересно читать чего вдруг кто-то послал такой вопрос но дело в том что вот это обсуждение она там много выводов позволяет там например есть три по крайней мере шута вот тоже респонса на тему можно ли включить голома в миньян голом это вот этот вот искусственный человек созданный либо без либо биццалэль раби и куда либо биццалэль либо бен егуда биццалэль значит пражский рэбэ а вот можно ли его включить меня и дело в том что в таких случаях важнее всего вот эти погране исследования пограничных случаев одно представляет интересный профессионалов глубокий хотя не бывает безумно экзотически и лучший пример он приведет в талмуд там ходил весьма гордость собой ученик ровы который всех достал на свете очень талантливый мальчик но такой талантливый знаете такой заносчивый талант который когда он умер шесть травинов поспорили кто виноват его смерти кто его настолько проклят каждый утверждал что он каждый утверждал что это он его так проклят да значит так вот у него был любимый вопрос любимый тест на вопрос слон съел египетскую папирусную в общем-то не папирусную а тростниковую корзинку она небольшая но самое главное это корзинка принимает скверну то есть можно храмовой чистоту и вывел ее с другой стороны вопрос могу она чистая и принимает на сверху вообще теперь вы понимаете вопрос но вы же сами понимаете что вопрос чисто такой на проверку умение применять знания глагический но я хочу заметить что вот те кто пишут на эту тему о законах чистоты и сквер не составляет компетен этот закон приводят в обязательном порядке про слона который съел корзинку и выдаст другой стороны закон приводят в обязательном порядке решение по этому закону потому что как бы этот тест на грамот не на грамотность она свободу в теме он как бы обязательным до сегодняшнего дня остался этот тест объяснение желательно с объяснением почему закон таков так вот мишна в этом смысле вот такие экзорсисы вот как я сейчас привел мишна их не приводит и в этом смысле мишна она как бы просто но регулярно например экзамены но дешевых я учился значит нам давали за задание на неделю задание на неделю оно очень простое прочесть такой-то отрывок талмуда с комментарием таким-то таким-то и далее дополнительная литература проработать по этому поводу разобраться полностью в теме а потом в конце значит была лекция нашего учителя часовая полутора часовая лекция и а потом значит и всегда был экзамен короткий экзамен насколько вы понимаете и например стандартный вопрос там регулярно вопрос какой закон такой-то ситуации так вот там и проверялась насколько человек понимает где применяется закон мишна где нет но при этом вы учитываете что вот если вы начнете читать просто на русском языке вы давай хотите я просто но давайте назовите мне какая тема вас бы больше всего заинтересовал мишне я просто ее открою благо у меня есть на русском языке мишна в компьютере и я могу открыть значит ну на тему чего праздников на какую тему законы семейного права тему назовите на какую тему семейного права уголовного права финансового права вы скажите но храме я не буду кончим это хороок я не буду если храму чистоте не буду семейного права значит ну давайте я вот начну с это последний массах это последний массах это последний массах семейного права это трактат кедуши я объяснял он просто самый короткий в четыре главы более того вот здесь хороший есть признак значит значит кедушин я напоминаю для тех кто не знает еврейского права слова кедушин лыкадеш да кадош это выделенный вообще-то ну вот первоначальное значение слова лыкадеш это выделять для чего-то для храма например отсюда святой но кедушин точно также касается обручение обряд это именно обручение это не свадьба это не женитьба а именно обручение значит классика как когда-то было мужчина проводят обряд обручение с девушкой которая считается его невестой а через некоторое время обычно если речь идет о девице которые первый раз выходят замуж обычно это год год нужен на подготовку к свадьбе происходит свадьба теоретически кедушин я сразу скажу теоретически кедушин можно сделать любой в нашу в в наше время я имею ввиду любой не в наше время теоретически теоретически в наше время любой вещи имеющий стоимость Рыночную стоимость. Именно вещи. Причем прямую рыночную стоимость. Я не буду сейчас входить в терминологию и объяснять. Короче говоря, десятишекеревой бумажкой нельзя, а вот серебряной монетой можно. Не буду сейчас входить в объяснение. Значит, в этом случае Кедушин предполагает следующий акт, что эта женщина, вот мужчина, объявляет, что я хочу, чтобы с этого момента ты была закреплена за мной, хотя мы еще не муж и жена, потому что женщина становится женой мужа, когда он вводит ее к себе в дом, и они начинают жить как супруги. Вот женитьба – это вот этот момент. В свадебной церемонии его символизирует балдахин, хупа. На самом деле, в свадебной церемонии его символизирует не столько балдахин, но это символ. Те, кто знают, кто-нибудь был на еврейской свадьбе, значит, жениха и невесту после того, как их выводят из-под свадебного балдахина, их ведут в комнату и закрывают там. Обычно они там кушают, вообще-то, для тех, кто думает, чем они там занимаются, я отвечаю. Обычно там жених и невеста кушают, потому что в куче общин принято жениху и невесту поститься в день перед свадьбой. Но предполагается, что они в это время занимаются тем, чем занимаются супруги. Как бы, женитьба, это и называется, осуществить брак. Понятно, что на практике это никто не делает, но теоретически они должны проводить там столько времени, сколько нужно для этого дела. Так вот, я к чему все это веду, что кедушин, обручение, сильно отделено от несуин когда-то, но были разделены эти два события. То есть, как бы, кедушин, женщина закрепляется за мной, и она не имеет права выйти замуж ни за кого другого. А потом она станет моей жизнью. Впоследствии был, по существующему обычаю, впоследствии был принят обычай, что не разделяет кедушин на несуин, их совершают одновременно, как сегодня, где под свадебным балдахином муж проводит обряд кедушин, и в наше время его делают золотым кольцом или серебряным кольцом, это зависит от общины. Скажем, вот у каббалистов регулярно это делается квадратным серебряным кольцом, но это редкость. И это зависит от обычая. Значит, итак, вот мы сказали, это передача предмета. Теперь мы читаем, вот как выглядят трактатки души, обручение. Жена приобретается, я читаю сразу русский текст, у меня в компьютере он есть. Жена приобретается тремя способами и приобретает себя двумя способами. Жена приобретается деньгами, документом и половым актом. Деньгами, теперь, это исходный текст. Вот теперь, вот то, что я говорил, это исходный текст закона, который был до Мишнаитской эпохи. Жена приобретается, имеется в виду, что кедушин делается тремя способами. А именно, мужчина может дать деньги, то есть, или шаве, деньги или шаве, равное деньгам. Дать какую-то ценность, имеющую денежную, имеющую обмен на деньги, документом. То есть, муж передает жене документ, документ, содержанное которого, вот теперь обратите внимание, это не долговой вексель, а в документе написано «ты обручи на мне». Вот ровно этот текст написан в документе. И половым актом. Две, понятно, тут сразу скажу, что в данном случае, дальше мы узнаем, что это действие кедушин, естественно, должно быть публичным, потому что все должны узнать, что произошло вручение. Поэтому половым актом при свидетелях никто не занимается, естественно. По этому поводу мужчина и женщина уединяются и проводят за закрытыми дверями достаточно времени. Но при этом те, кто будут свидетельствовать, должны перед ними, вообще-то, положено произнести, что это происходит во имя обручения. Что это обручение, то, что здесь происходит. Деньгами. Дальше обсуждение. Вот теперь обсуждение дома Шамая и дома Елеля по поводу вот этого первоначального текста. Дом Шамая и дом Елеля – это у нас мы говорили, что это где-то рубеж «Р» в районе нулевого года туда и обратно. Сколько это десятилетий. Дом Шамая говорит динарием и равным динарием, или драхмой, какой вам слово больше нравится. Драхма – это серебряная монета в 4 грамма. В наше время 2 доллара, да? 4 грамма серебра. Ну, я сейчас не буду входить, на самом деле я неправильно считаю, правильно счет совершенно по-другому выглядит. Правильный счет здесь будет 0,3 грамма золота по текущему курсу. Не буду объяснять, как это получается. Динарием и равным динарием, то есть можно сделать вещью, которая стоит динарий. Дом Елеля говорит прута и равная прута. Прута – это медная монета. Значит, в одном динарии 192 пруты. Слово «лепта» кто-нибудь знает? Лепта – вдовица, да, я помню, в русском языке оборот. Вот «лепта» – это и есть прута. Когда говорите «я внес свою малую лепту», не надо говорить слово «малая лепта», это и так монета меньше, которой не бывает. Это и есть самое малое, что может быть, это и есть лепта. Вот говорить «малая лепта» – это масломасляная, она лепта. Это греческое слово «лепта», а в латыни – это минуту. Минута, все знают. Значит, в иврите – это прута. А лифрот, вот чтобы было понятно, лифрот – это разменивать вообще-то. Вот вы видите, это разменивать монету. Даже в современном иврите. А ты можешь разменять мне 100 шекелей. Так вот, на что можно поделить. «Сколько это прута?» – задается вопрос. Одна восьмая итальйского ассария. Я только что привел, да я могу… Итальйский ассарий – это вот как раз и получится одна 192-я динария. Значит, итак, дальше говорится, что оказывается, есть спор. Дома Шамая и дома Гилеля. Одни говорят, что все-таки деньга должна быть приличная. 0,3 грамма золота – это по текущему курсу порядка 20 долларов, да? А это дом Шамая. А дом Гилеля говорит, прута по нынешней временам, насколько я понимаю, это 50 огород будет вы брите в Израиле. 50 огород – это 10 центов, ну да, 15 центов, ну, американских центов я имею в виду. Дальше Талмуд разбирается, почему такое расхождение в мнениях, приобретает себя… Да, чтобы было понятно, вот теперь жена приобретается деньгами, документом и половым актом. Обратите внимание, что в современном обычае все три способа одновременно применяются. Значит, жена приобретается, ей дается кольцо, да, это деньгами, документом – это брачный контракт, ей дается, и половым актом – это обязательное уединение жениха и невесты после хупы. То есть все три, а обычай он встроен просто. Приобретает себя, имеется в виду, женщина становится свободной, значит, вы видите, в Талмуде очень симпатичный термин – «йоцетлы шук» – выходит на рынок, то есть на рынок брача, на брачный рынок обратно. Это специальный термин для этого, то есть она как бы развязана, ее связь с мужем, получается, развязана. Разводным письмом – это «гет», естественно, то есть муж вручает жене разводное письмо, содержание «ты», «мы разведены», и смертью мужа. То есть женщина может стать довольна. Замечу, что здесь не… То есть женщина сразу после смерти мужа становится свободной на рынке, то есть может выйти за другу. Далее, та, которой выпал либератный брак, ебома, это, значит, обдовевшая бездетная женщина, приобретается половым актом, это то, что я рассказываю сегодня, и она приобретает себя, а она может отказаться, просто так она не может, она негодна на рынок, отказом от него. То есть она, это халица, обряд отказа от либератного брака, значит, либо смертью брата мужа. То есть, ну, ее либератный жених умер тоже, и больше нет, у кого вытяжка. Замечу, вот теперь зачем нужны комментаторы. Вот, когда говорится, жена приобретается, почему такая вот форма? Гаиша не кнет, а не ишко не, почему не сказать, мужчина приобретает? Потому что, на самом деле, активным существом, обратите внимание, во всех трех случаях, деньгами, документом и половым актом, активным существом здесь является мужчина. Поэтому было бы логично, вроде бы, сказать, мужчина приобретает жену тремя способами, более естественная аккумулировка. Тем не менее, мишна настаивает на формуле гаиша не кнет. Бакуна – это тьма. Женщина приобретает в себя, обратите внимание, не уходит от мужа, не становится свободной, она приобретает в себя. Ровно этот термин раз за разом повторяется очень упорно. Идея очень простая. Мишна таким образом формулирует, что нужно согласие с женщиной. При любой из этих форм приобретения жены, вам нужно ее согласие. Это женщина приобретает, это не муж приобретает. Это было написано, муж приобретает деньгами, то я пошел на рынок, купил женщину, говорит, я тебя не хочу, я тебя дурак, кто-то спрашивает. Так вот, нет, спрашивает. И если человек дает золотое кольцо и говорит, вот ты мне освящена, посвящена, харай атма кудэ шатли, вот ты посвящена мне, а женщина в ответ, а не пойдешь ли ты вон, то есть отказывает в браке, то брак не состоится. Вот это вот то, за чем нужны комментаторы. Для того, чтобы такие вещи просто понимать. Значит, вот теперь, почему, зачем я все это зачитываю? Вот теперь, чтобы был понятен стиль Мишны. Казалось бы, трактат называется «Кедушин», да, обручение. И дальше мы ожидаем законы, связанные с обручением. Так вот, Мишна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и до конца этой главы, первой главы, трактат «Кедушин». Ничего больше об обручении говорить не будем. Десять параграфов, еще девять параграфов. И только в следующей главе, через девять параграфов, дается следующий закон, связанный с обручением. Мужчина обручает, вот теперь, наконец, обручает, сам или через шалеха, через послательство. Имеется в виду, что мужчина имеет право не сам лично давать кольцо, а имеет право попросить кого-нибудь, ну, там, нужно оформлять правильно это действие, пойди обручи мне такую-то тампу. И посланец пошел и совершил обручение. И это обручение действительно годится для человека, который в другом городе. Чем же занимается Мишна теперь со второго параграфа по десятый? Я просто зачитываю первые строки. Раб еврей приобретается деньгами и документом. Раб хананец, то есть раб не еврей, приобретается деньгами, документом и использованием. Не буду сейчас объяснять, но все знают, что он мой раб, на самом деле, использованием. Четвертый параграф. Крупный скот приобретается через передачу, а мелкий через поднятие. Пятый параграф. Недвижимое имущество приобретается деньгами, документом и фактом владения, а движимое имущество только взятие. Шестой параграф. Законы о бартере. Я не буду рассказывать, у вас будет все, что превратилось в платную дозуку. Меняет быка на корову или аслана быка. Как только этот получил, этот должен отдать замену. Длинно, сложно объяснять законы бартера. Ну, мены. Законы мены. Вот заповеди отца по отношению к сыну. Вот заповеди сына по отношению к отцу. Значит, дальше идут законы о том, какие законы должны соблюдать мужчины, какие женщины. Девятое. Всякая заповедь, которая соблюдается в стране Израиля, касается земли, исполняется только в стране Израиля. Десятое. Уже просто агада, как бы конец темы, которая оформляется агаде. Всякому, кто исполняет одну заповедь, дарует благо, продлевает дни, и он наследует землю. А всякого, кто не исполняет одну заповедь, не дарует благо, не продлевает дни, и он не наследует землю. Вот я хочу заметить одну довольно интересную вещь. Вот Мишна, ее составляли все-таки юристы. По этому поводу, вот это правило, которое куча, кто не знаком с юриспруденцией, просто не знает правила двойного выхода, двойного условия. Если в контракте написано, если, грубо говоря, если ты дашь мне корову, то я дам тебе 5 рублей, и не написано, а если ты не дашь мне корову, то я получу из тебя 5 рублей. Вот это некоторое обязательное юридическое правило, что любой контракт, сформулированный следствием, должен иметь вторую сторону. А если условия не исполнятся, то что? И вот этот стиль, он здесь во всей своей красе. Всякому, кто исполняет одну заповедь, дарует благо, а всякому, кто не исполняет одну заповедь, не дарует благо. Да ведь действительно, тот, кто исполняет дарует благо, а кто не исполняет дарует благо, то что? Может быть, он тоже какое-то благо получает. Всякий, кто имеет долю в Торе, в Мишне и в обычаях земных, не быстро он согрешит. А всякий, кто не имеет доли ни в Торе, ни в Мишне, ни в обычаях землях, к живым не относится. Вот, я объясняю разницу. Ежели иметь долю в Торе, в Мишне и в обычаях земных, не быстро грешить, как сказано, а тройная нить не быстро львется. То есть надо иметь три достоинства, чтобы не быстро согрешить. Нужно иметь долю учить Тору, учить Мишну и нужно с лидерых эрец, это обычаи земные, быть приличным членом общества в американском смысле слова. Почему? Потому что сказано в КГЛОТ, а тройная нить не быстро рвется. Вот, обратите внимание, почему я настаиваю на том, что надо иметь те три достоинства, потому что отройная нить не быстро рвется. Если только одна из этих достоинств, то она легко рвется. То есть здесь толкование чьи? Всякие, кто не имеет доли, ни в Торе, ни в Мишне, ни в обычаях земных, к живым не относятся. Ни в одной из них. Ни в одной из них. То есть человек не посвятил себя Торе, не посвятил себя Мишне закону и не посвятил себя жизни, как положено, приличному человеку. Извините, а кем он занимается? Он живой или неживой? Имеет отношение к миру живых? Или нет? Значит, ну… Кстати, вот пример здесь Тосефта. Я вот в прошлый раз рассказал о Тосефте. Тосефте к первой части добавляется, а всякому, кто нарушает одну заповедь, не посылает несчастья и сокращает жизнь. Обратите внимание, видите, что говорится. Всякому, кто исполняет, дарует благо, продлевает жизнь и так далее. А кто не исполняет благо, не дарует благо, не продлевает дни и не наследует землю. Ничего отрицательного ему за это не обещают. Он не получит вот этих наград. Безумно аккуратно сформулировался. Вот теперь, когда вы спрашиваете, насколько легко ориентироваться в Мишне. Если первая глава трактата Кедушин, за первой формулировкой, женщина приобретается, да, которая имеет отношение к теме трактата, вдруг неожиданно переходит к теме, какие вообще методами приобретается та или иная вещь. Как приобретается движимое имущество, как приобретается недвижимое имущество, как приобретаются рабы. Это всегда отдельная тема. Причем рабы евреи, рабы неевреи приобретаются по-разному. Не буду объяснять. Как приобретается. Значит, тут же законы Бартера. Ну, тоже приобретение, да. И тут, почему все это? Потому что у Мишны есть действительно свойство довольно часто. Она очень любит, часто в порядке изложения предпочитает форму содержания. И, например, время от времени происходит в Мишне такая вещь, которая называется срыв темы. Вот идет тема, какой-то закон сформулирован. Ну, например, вот семь признаков того-то. И далее вдруг ты обнаружишь, что идет пять параграфов, которые общие имеют только следующее. Вот шесть признаков такого-то, вот семь признаков такого-то, вот восемь признаков. То есть идет вот из-за формы. Совершенно другую тему. Может быть, так удобно запоминать. Тут всегда проблема. Они же на память полагались несравненно больше, чем мы, которые полагаются на записи. Может быть, им так удобнее было запоминать. Но в результате, да, Мишна вроде собирает все законы на одну тему. Но поверьте мне, если бы я не знал, что законы приобретения находятся в первой главе трактата Кедушин, то я бы отправился их искать в начало трактата Бавамиция, трактатом частного финансового права. Потому что там, естественно, правило приобретения, искать там, как что купить. Оно здесь. По этому поводу, вот ориентироваться в этом, чтобы ориентироваться, надо знать некоторые вещи. Но, например, следующая глава будет «Мужчина делает обручение сам через своего посланца», «Женщина через саму или через своего посланца». Текст, который произносит мужчина, второй параграф. «Будь обрученным мне этим бокалом вина». Дальше. Золотой динария – это монета существующая, и она равна по весу двойному динарию. Это дорогая монета очень. При условии, что я богат, он оказался беден. При условии, что я беден, он оказался богат. Не обручена. Вот Раби Чимон говорит, если ошибка в лучшую сторону обручена. Вроде бы Раби. Значит, дело в том, что то, что пытается сказать Миша на всех этих примерах, что женщина в момент обручения должна четко понимать, что происходит. И что она получает. Раби Чимон говорит, что, ежели это окажется приятным сюрпризом, он сказал, ты обручена мне серебряным динарием, а это оказался ауэс, двойной золотой динарий, то как бы, ну, тем более обручена. Я сейчас за серебряным монетом вышла, а тут золотая даже. Ну, тем более обручена. Вот это говорит Раби Чимон. Первый автор говорит, нет, она должна осознавать полностью, и, может быть, она золота вообще в жизни не видела и не понимает, зачем ей это. Золотом на рынок, знаете ли, не пойдешь. Тут проблема в том, что золотой монетой в ауэрис явиться на зеленой рынок, и попытаться купить пучок укропа, это нереально. Вас оттуда просто выгонят, потому что такую монету не разменять. Это серьезная сучка монета. Значит, и автор первый говорит, например, при условии, что я богат, а он оказался бедным. Это понятно. Я, знаешь ли, собирался выйти замуж за богача, а ты оказался нищим бродягой. И вот. Но когда он говорит нищим, а он оказался богатым, то Раби Чимон говорит, конечно же, обручена, тем более обручена. Первый автор говорит, нет, она, может быть, не хочет выйти замуж за богатого. Дальше длинная серия законов именно на эту тему, именно ошибочные, невыполненные формулы. Там он говорит, он левит, а оказался не левитом. Он говорит, что он, городской житель, оказался деревенским жителем. Ну и так далее. Во всех случаях, даже если женщина про себя думала, что я все равно без этого условия бы вышла за него замуж, все равно брак недействительный. А вот если сказал посланцу, вот я зачитываю просто, если сказал своего посланцу, пойди обручи меня с такой-то женщиной в таком-то месте, а он пошел и обручил, совершил обручение в другом, не обручена. А вот если сказал, и вот она в таком-то месте, и он совершил обручение в другом, вот это обручено. Это классика юридическая. Вот обратно внимание, почему говорят, что у евреев голова юридически повернута обычно. Те, кто учил такие тексты, тогда. Они прекрасно должны понимать, детям с юных лет растолковывают разницу. Обручи с такой-то женщиной в таком-то месте и обручи меня с такой-то женщиной, и она в таком-то месте. Вот разницу этих формул ребенок должен понимать. Потому что первая формула – это указание, какая женщина, и условие, что она в таком-то месте обязательное, потому что это идентификация женщины. А когда он говорит с такой-то женщиной, и вот она там-то, то вторая часть – это не идентификация, а подсказка, где ее искать. А поэтому нет нарушения условий. И обратите внимание, что вот вторая глава абсолютно последовательно Мишна излагает законы, связанные с браками, которые, да, надо пытаться разбираться, потому что, еще раз, Мишна экономит место, она очень кратко пишет. Это современные издания с комментаторами, они большие книги. А вообще, если вы хотите, я готов вам показать образцы старинных рукописей Мишны. Несколько-то у нас нашла, там две базовых – Пармска и Кауфмана. Есть еще несколько, но это основные. Они все просто в столбец, без всяких комментариев, в столбец просто пишут. И все. Довольно короткий текст. Они очень экономят бумагу. Ну, не бумагу, а папилу. Пергамент. И экономят пергамент. Теперь, вопрос. Считается, что это простой текст. Я хочу открыть антенну. Считается, что изучение Мишны – это просто. Да, с учителем, с человеком вроде меня, школьника, любого. Я готов начать обучать Мишны вот сначала и спокойно вести занятия по Мишне. У меня есть в распоряжении стандартный набор комментариев, а именно главный Бертинура, Раби Авадия Бертинура. Это главный комментатор Мишны. И к нему дополнительный аппарат сложных мест. Если там сложное место, дополнительный аппарат сложных мест – это Раби Йомтов Литман Геллер. Тосфот Йомтов называется. Дополнение – это сложное место. Есть комментарии Рамбома, но это всегда отдельное изучение. То есть вы можете, но Рамбом не считается основным комментатором современного Мишны. Хотя его комментарий был один из первых. Ну, вторым, на самом деле, насколько я понимаю, потому что перед ним был Раби Мелькоцедек из Солоника. Ну, опять, он публикуется регулярно. Кстати, они все три публикуются, эти комментарии. Но вообще это считается, что достаточно Бертинура взять. То есть объяснить все вот эти дополнительные материалы не требуется большого, как бы сказать, иногда требуется довольно много знаний, чтобы быть точным. Для того, чтобы не нарваться на то, чего ты неправильно понял. Но чтобы понять, разобраться, того, что я сказал, достаточно. Достаточно просто иметь Мишну и комментарий Бертинура. И все. Но при этом она упорядочена. Да, мы видим, что все по темам. Но, опять, как обычно, когда у нас короткий трактат, совсем короткий, то четвертая глава, например, здесь посвящена в основном законам родословных. Связано с родословными. И установлением родословных. Но это опять очень важная тема. Когда-то эта тема была безумно важна в основном родословных. Но, понимаете, предполагается, что человек держит это в голове все. В более простых трактатах, где нет вот таких отступлений, в этом смысле Тедушина оказался сложно построенным трактатом. Есть более простые трактаты, например, трактат типа Песохим. Трактат Песохим посвящен, естественно, празднику Песох. Построен он от вечера кануна Песох и последовательный рассказ до Лайла Садар Песох. До ночи, пасхальной ночи. То есть, как бы он охватывает чуть больше суток. В конце, кстати, в этом трактате просто приведена пасхальная агода в том варианте, в котором ее читали в храме. При храме. Она просто прямым текстом там в конце приведена. Ну, вот так где-то. По этому поводу, вот насколько сложно, по-моему, не сложно, а тем более я говорю, что на русский язык есть Мишна, но книжников, все шесть томов. Шесть томов – это с комментариями? Значит, нет. Дело в том, что издание книжников, оно… Просто чтобы представить объем самой Мишны, вот то, что учит наизусть без комментариев. Сейчас я попробую посмотреть. Она опять поворачивает наизнанку. Я вроде переставлял ее, чтобы не надо. Вот так получается. Да-да, все видны, да. А, я же не себя вижу, все я понял. Вот, ну, вот так вот. Вот, значит, текст Мишны и Врид. Перевод. И здесь очень короткие, очень мелкие комментарии. Цель комментариев, значит, они были бы еще короче, кстати. Но было решено при вот этом, в этом издании, что не ставить перекрестных ссылок. Просто каждый раз, когда повторяется слово, даже в соседних Мишнах, просто это слово еще раз прокомментировали. Ну, вот где-то вот так вот еще, вот еще я беру образец. Вот это вот, вот отсюда и ниже, это комментарий. Вот он, вот столько. Все остальное, текст Мишны и перевод на русский. Причем, обратите внимание, что текст Мишны набран лесенкой по-маяковскому, чтобы сразу было ясно, что к чему относятся. То есть, если Мишна многоступенчатая, то она набрана многоступенчато. То есть, она еще набор лесенкой идет. Удобнее читать, действительно намного удобнее читать, когда лесенкой набрана. Я, когда первый раз увидел эту идею, называлась эта Мишна, не Матсугер, я забыл какое слово, просто вот изданная лесенкой, Мишна набранная лесенкой. Мне показалось безумно удобно и красиво. Первый раз, когда я увидел эту идею. И, между прочим, ее в кучу мест в интернете доставляют, потому что она действительно очень удобная для читателя. А какой там комментарий, кликать или нет слиха? Никакого комментария. Просто набранная лесенкой Мишна. Это безумно удобно, оказывается. Это половину кигати не нужно, когда у вас просто она набрана лесенкой. Вы сразу видите строение фразы. Потому что в бытность своего мане мы там, вообще говоря, годами выпускали серию Мишна. Я могу сказать, я кигати... Смотрите, если вы хотите хорошо изучать Мишну, то кигати хорош. Кигати просто хорош. Он сегодня не столь популярен, как когда-то, но, скажем, изучения по кигати достаточно. Но вот это вот издание, которое я показал, оно вообще просто комментирует совсем короче, чем Бертинура практически. Это просто вот слова и смысл фраз. Не входя в тонкости закона, не комментария закона, не входя ни во что. Просто вот как понимать этот текст. Буквально почему он переводится вот так, и что там написано. То есть, холостой не пастет скот. Примечание запознений скотоложества. Точка. А примечание чьи? Май. Подожди, это ты? Это ты в этом издании участвовал? Все шесть томов. А, да, серьезно, я не знал слегка. Нет, есть издание Векслера к некоторым томам этого самого кигати, перевод кигати. Ну, подожди, вот про это я имею в виду. Издание Оманы Векслер был у нас переводчиком. Юда Векслер вообще. Я с ним не общался сколько-то лет. Надеюсь, что он жив и здоров. Ну, да. Кравцов начинал в свое время вообще. Он был первым, по-моему, переводчиком. Кого? Мишны? Самых первых, да. Трактат Брахо там. Но это очень давно. Это вообще чуть-чуть никогда я приехал в Израиль через пару лет. То есть это просто конец 80-х еще даже. Да, мы там чуть не 13, 15 трактатов издали. Они частично стоят в интернете. Пожалуйста, если люди хотят, я как-то давал линки. Я их поставил в интернет, они стоят на judaik.ru. judaik.ru. Давайте скажем так. Наш перевод лучше в литературном отношении. Он проще. В общем... Книжники молодцы вообще. Нет никаких этих. Они, по-видимому, самые серьезные издания на сегодняшний день. Вот. Но я, например, я люблю такие вещи, где вот просто кратенько, без размазывания. Но это типа как комментарий Штензальца. Это типа как комментарий Штензальца, например. Нет, 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 Штензальц очень длинный. А, Штензальц длинный? Потому что сделано здесь, и Штензальц очень длинный. Окей. Ты писал на старо-французском? Ты писал на старо-французском или на русском? Я переводил одного только раньше в своей биографии. Это к псалмам. Там старо-французский есть и немецкий есть. Окей. Ладно. Беседр Гамбулла. Но хоть какие-то представления появилось. Да, я думаю, у меня, да. Народ к новоиспеченному дедушке. То есть староиспеченному, но продолжающему испечь. Есть вопросы или не подпускаем? Как хорошо быть дедушкой. У него он ничего не тычет, но говорят, что это он. Да, да, да. Но это известно. Да, это известно, да. Очень очень хорошая и очень понятная лекция в этот раз. Вообще замечательно. Да, вот в этот раз ты нас удивил. У остальных так себя. В этот раз-то надо... Нет, ну хорошо. Простые... Я что? Я увидел простые лекции вообще-то. Если хотите, где что? Все отлично. Я думаю, мы выбрали отличную рамку. Я думаю, что для участников понятно, интересно и так дальше. Окей? Можно вопрос? Да, конечно. Вот чтобы представить, что учат наизусть. Да, если ее не лесенкой, сплошным текстом в обычном формате напечатать всю мешну на иврите. Сколько это будет страниц? Объем, чтобы понять. Так, Мейер задумался? Сейчас, я попробую сказать сейчас. Считает. Считает, да. Я слышу, там работают вообще эти шурупы, винтики. Значит, вот в этом издании было правило примечания не длиннее текста. То есть один к одному должны быть по объему. Кроме когда надо разделить на текста. Там длиннее пришлось писать. Потому что, ну, совсем чужая тема. Законы чистоты и скверны. Они настолько далеки от народа, что... Но это у всех так. Я английский же посмотрел, как англичане. Англичане выпускают тоже в шести томах подобные издания. У них шеститомные. Два издания есть английских. Они тоже шеститомные у всех. Мишна в одном томе без примечаний. Вообще я не видел в наше время издание Мишны без примечаний. Я просто такого не видел. Вот где у меня там это самое. Вот самое знаменитое издание Мишны. Это Ехину Ваз. Ехину Ваз. Это, как бы вам это сказать. Значит, портик храма поддерживали два столба. Один столб назывался Ехин, а второй – Буаз. Это по названию двух столбов. Значит, выглядит это вот так. Вот середина. Вот это вот середина. Вот это Мишна. Вот все, что вы видите вокруг – это комментарии. Ну, это такое, это знаменитое издание с семью-десятью комментариевами, так называемое. Мишна с семью-десятью комментариевами. Варшавское, по-моему, издание, не помню. Варшавское. Как кажется, Варшавское. Вот. Значит. Поймите, издавать Мишну без примечаний невозможно, потому что, например, вот трактат «Огород» Масахат Килиев, да, возьмем, утварь. Он очень длинный. Он 30 глав. Там где-то треть слов вообще непонятны. Современному читателю треть слов вообще непонятны. Это греческие слова регулярно, куча греческих слов. Для обозначения разного рода посуды, разного типа столов, разного типа предметов, которые мы просто время от времени тихо глядишь и думаешь, что же это такое. Ну, например, вот для этого трактата у меня дома передо мной лежал вот такой толщинный справочник «Античная глина». Просто, чтобы разобраться, какой предмет где указан. По этому поводу без примечаний ее издавать как бы бессмысленно, потому что там регулярно вы нарвитесь, что вы просто не понимаете слова. Но обычное издание, вот сейчас я попытаюсь найти, у меня должно быть самое простое издание, какое бывает, Мишны. Ну, у меня дома много всяких изданий Мишны должно быть. Сейчас я найду. Или я убрал их уже все, подавили мне с полок. Так, ну, простое издание. Ну, в общем, самое короткое издание, которое я видел в трех томах. Я меньше не видел издания. С минимальными какими-то примечаниями все равно. Минимальными, абсолютно минималистскими примечаниями. Краткий Бертинура даже вот такой вот вариант был. Хотя мне казалось, что краткий Бертинура – это бессмысленность, он и так краткий. Он очень короткий. Бертинура вот выходит на уровень гениальности рашек, Мишну. Это неожиданный вариант, это умение кратко сказать. У него вдруг прорезается вот этот вот талант в краткости. Ну, поверьте, талант в краткости – это вещь. И мало народу владеют. Одной короткой фразой сказать все, что нужно к этому добавить, чтобы понять – это редкий очень талант. Я еще раз говорю, у Раши вот этот талант вырабатывал десятилетиями. То, что мы видим в Талмуде – это третья редакция. Третья. Не первая, не вторая, а третья редакция – это талант. Вот. Так вот, Бертинура – есть китсур Бертинура на свете, краткий Бертинура. Но это… Я даже не представляю, как это сделано было. Но вот есть такое издание. Но это самое короткое, что бывает. Но как бы главу в день прочесть Мишны можно. Но учтите, что это растянется. Еще раз. Масехет Килим – 30 глав. Три бабы – это финансовое право. Это 30 глав. Финансовое право и общинное право. Законы соседей. Я не знаю, как по-русски сказать закон. Это не общинное право, это законы соседей. Общежитие. Законы общежития, но там судебно, которым можно судебно осуществить свои права. То есть, имеет ли право мой сосед открыть мангал на продажу под моим окном? Могу ли я это прекратить безобразие, потому что я не могу здесь жить? Ну, то есть, там такие законы. Ну, вот так. Окей, мы на этом заканчиваем, правильно? Все. Счастливому дедушке поздравления. Бабушке тоже, кстати. Обязательно. Бабушка тебя поздравляет. Бабушка тебя поздравляет. Окей. Сейчас пройдем мимо вашего окна и закричим «Ура!» Всем счастливо! Всем счастливо! Пока! Шаббат шалом! Пока-пока! Спасибо!